Дорогие друзья, новости с кабболистом Михаилом Владимировичем. Здравствуйте. Вот профессор Стэнфордского университета Хэнк Грилли, он считает, что через 20-30 лет будут выбирать детей. Вот так вот приходить, выбирать, идти в лабораторию, выбирать. Если у меня сейчас какая-то болезнь, я могу от неё вылечиться и таким образом не передать её своим потомкам, ну так это же приветствоваться должно. То же самое проверять на качество и отца, и мать, и вносить там необходимые изменения. Мы это можем делать. Такие пинцеты у нас уже есть. То есть чтобы выращивалось поколение уже, ну эти такие... Хорошее поколение. Хорошее поколение. Настоящих арийцев. Да, похоже на Спарту, похоже на Германию. Вообще это всё какие-то такие очень похожие вещи. Ну к этому человечество всегда стремилось. Но в принципе каждый человек, если бы ему дали возможность родить здоровых, красивых, сильных, удачливых и прочее, прочее. Захотел бы. Захотел бы. Так что вполне возможно, что к этому мы идём. Вот я хочу сказать, а что вот тогда в том, чтобы в любви зачать следующую ступень, даже как у Кабале говорили, не о людях? Причём тут любовь? Ну как? Мы в этом отношении животные. Мы только путаем одно с другим. У животных есть любовь. Понюхал один другого. И пошло. Да. Одного запаха достаточно того, чтобы узнать состояние ли размножаться. Не секса, а размножаться. Вот этот период мартовский, допустим, там для котов или чего там. Всё. Остальные времена года. Спокойно лежит на солнышке. Это у животных. Мы путаем наслаждение с размножением. Секс – это наслаждение. Как от хорошей еды. Почему оно должно быть связано с деторождением? В наше время, тем более, мы видим, насколько одно не имеет отношения к другому. Мы с трудом хотим одного ребёнка зачать. Зачем же нам заниматься сексом 50 лет? Каждый вопрос в тупик приводит. Я вам честно. Конечно. Потому что понимание совсем другое у человечества. Но я хочу спросить тогда, какой правильный подход к этому. Нет, человечество не другое понимание. Человечество просто не сознаёт, где оно уже находится. Никакой любви нет вместе с сексом. И никакого деторождения ни от любви, ни от секса уже даже не зависит. Даже от секса не зависит. Это такой последний вопрос. Что такое исправленная семья? Вы можете описать в таком случае? Исправленная семья мне очень трудно описать, потому что здесь над всеми проблемами в первую очередь доминирует доброе отношение друг к другу. Нам надо менять своё отношение к людям, и на основании этого вся наша жизнь изменится. Вот тогда мы увидим, как. Но без этого она будет, конечно, ужасной. Но вот при таком добром отношении друг к другу, таком идеальном, допустим, исправленной семье, какое отношение к рождению детей? Вот скажите, пожалуйста. Вот мы пара, которая вот так вот относится друг к другу, вот живёт по этому закону, исправленному, любви к ближнему. Мы живём, между нами существует уже это. Я думаю, что если мы действительно будем относиться друг к другу в таком ключе, то природа сама будет регулировать человечество, природа сама будет регулировать наши взаимоотношения. Мы не будем соединять животное с человеческим, и будут совершенно иные вообще взгляды на жизнь. Нам этого сегодня не понять. Мы сегодня замкнуты на животной жизни и на животной семье, на необходимости быть вместе, чтобы прокормиться, выжить, расти детей и так далее. А это будет совсем иная обстановка. Так что мне трудно сказать. Но точно будут совершенно иные отношения между сексом, семьёй, и любовью, и рождением будут совершенно другие взаимоотношения. В соответствии с законом природы. Да. Это вот именно исходя из возлюбия ближнего, как себя, мы увидим, что нам лучше. И не понадобятся никакие таблетки, никакие противозаточные средства. Нет, 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 природа, всё будет регулироваться только природой. Спасибо. Нам надо регулировать только добрые связи между нами. Аминь. Спасибо за внимание.